Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Террамобил на Янаульской 1А Сноха стирала, у нее тогда сушилка стояла вот на месте стола, она вешала. И в это время курица их не зашла, там вот через дырку возле бани. И моя собака увидела и к ней побежала. Я не знаю, он в эту дырку говорит. Потом говорит, он тут же обратно бежит и уже кричит вот так кубарем кататься. Я думала, курица его клюнула. Оказалось, что соседи выстрелили в собаку из пневматического оружия, попали в голову. Любовь Геннадьевна возмущает, что палить начали, когда в песочнице играли ее внуки. Она могла крикнуть же, заберите свою собаку. У нее был мой номер телефона, позвонить могла. Нет, ничего этого не было, никаких предупреждений, ничего не было. На обвинение в свой адрес соседи отвечают, что хотели только напугать четвероногого, чтобы в огород их не шастал и за курицами не гонялся. Собаку подсказать, в огород можно, да? А ваши куры ходили? Он же за курицей за вашей побежал. У нас курицы за курицей не выходили. Они к нам ходили через эту дырку. Он за вашей курицей побежал. У меня свидетели есть. Он любит позировать, хорош, только просто сейчас болеем, да, Филечка? Вот он, хищник и гроза соседских куриц. То и терьер по кличке Фил теперь с недоверием относится ко всем незнакомцам. Боится и есть от чего. Пуля угодила собаке прямо в голову, где и застряла. Снаружи вроде и не видно было. Мочка уха только была повреждена, но крови много было. А когда к ветеринару на другой день понесли, он под седативными, ну, как бы обездвижили его, и он обнаружил там отверстие 3 на 3 миллиметра. И вот предположил, что, скорее всего, там пуля, что надо рентген сделать. Рентген это подтвердил. Требовалась операция, но местные врачи не решались за нее браться. Слишком велик был риск. Уфимские ветеринары согласились, а местный фонд защиты животных объявил сбор денег. Люди откликнулись. Той терьера отвезли в столицу региона и извлекли ту самую пулю. Теперь будем три недели ходить с вот этим воротником, перевязывать будем его два раза в день. Надо перевязывать. Ну вот, прямо там в Уфе дали целую коробку препаратов всяких, принимаем. Все. Выстрел прозвучал в конце апреля. Любовь Геннадьевна написала заявление в полицию. Жестоким обращением с животными считается гибель или увечья, совершенные из хулиганских или корыстных побуждений, или применение садистских методов присутствия малолетних детей. Но занимаясь спасением собаки, Любовь Геннадьевна не прикрепила справку результат рентгена. В итоге в возбуждении уголовного дела отказали. И соседи не хулиганили, а защищали свое имущество. Что до малолетних детей, то в семье их трое. А мама снова беременна. А сколько собака ходила тут орала? Сколько ходила? У тебя есть телефон, тут всего лишь вот сетка, забор. Можно было покричать, сказать. Почему сразу стрелять-то? Кричу, чтобы они музыку не боятся. Ты же беременна, как ты можешь? Ты бога не боишься, что ли? Теперь в конфликте будут разбираться другие люди. Любовь Геннадьевна позвонила на телефон горячей линии по жестокому обращению с животными. Ее недавно запустили в Курске. Местный депутат вызвался помочь в расследовании инцидента, чтобы ответить на вопрос, а так ли необходимо было стрелять.